Здравствуйте! Вы смотрите проект в гости. Сегодня с нами балетный критик и журналист Лейла Гучмазова. Здравствуйте, Лейла. Он сумел создать особенную танцевальную пластику, расширив возможности классической хореографии. Выдающиеся артисты балета, среди которых Наталья Макарова, Михаил Барышников, Майя Плесецкая, исполняли произведения, созданные Леонидом Якобсоном. Добро пожаловать во Владивосток. Спасибо. У нас на Приморской сцене Мариинского театра проходят гастроли Петербургского театра имени Леонида Якобсона. И, собственно, вокруг этой удивительной и, как многие считают, гениальной личности, мне бы хотелось построить наш сегодняшний разговор. Вы, как специалист в области балетного искусства, именно в связи со своей профессией заинтересовались личностью, судьбой Якобсона? Или это как-то раньше произошло? Как вообще вот это соприкосновение случилось? Мне кажется, это такая тестовая фигура, да? Насколько культурный уровень человека высок, он как бы оперирует именем Якобсон, либо не оперирует? Интересно. При этом, как бы, я совершенно не настаиваю на том, что всех наших балетных героев должны знать все. Безусловно, конечно, такого нет. Другой разговор, что фигура на сегодняшний день все-таки немножко недооцененная. Согласна. Это как все знают Пушкина и уже в гораздо меньшей степени Дельвик или Кихельбекер или Батюшков. Точно так же и эта история. То есть и Кобсон, и Галинизовский существуют в какой-то такой второй нише, хотя на самом деле это та ниша, которая вполне себе формирует первый уровень, а никак ни второй, ни третий. Потом, мне кажется, если уж мы прибыли во Владивосток, это фигура человека, который так же, как и Владивосток, собрал очень разные идеи. И очень их как-то так аккуратно, деликатно перемешало, из этого всего получился какой-то очень свой язык, своя эстетика и свое видение мира. Кстати, о Владивостоке, ведь удивительным образом линия его жизни в детстве пролегала через Владивосток очень временно, но это ведь случилось. Ну, собственно, это я имею в виду. В годы гражданской войны, да? Да, это история, которая вообще поразительная и которая не задерживалась, так это, в общественном сознании, потому что она не очень поощрялась. Историю, вероятно, надо зрителям проговорить. Здесь это петербургские дети, петроградские на тот момент, которых вывезли подкормиться на каникулы, и которые волею судеб оказались вне своих родителей своих домов, и их через Владивосток, через Америку повезли, значит, вокруг окружной дорогой обратно в Петербург. Это была очень большая резонансная история. Весь мир любовался на этих петербургских, петроградских детей, и Якобсону посчастливилось всё-таки, наверное, да, к волею судеб. Он оказался в этой куче детей. Вероятно, то, что закладывается в детстве, в подростковом возрасте, остаётся с тобой, естественно, на всю жизнь. И вот это умение широко смотреть на вещи, понимать, что мир цветной и мир разный, это умение осталось с ним навсегда. Накануне спектакля, который будут представлять артисты труппы театра имени Якобсона, у вас будет проходить такая образовательная лекция, беседа со зрителями. И называется она «Леонид Якобсон – неудобный гений». Что вы имеете в виду, называя, ну, давая ему такое определение? Под неудобность. Да, и как это соотносится с той весьма жестокой и сложной эпохой, в которой он жил и творил, а это были и 30-е, 40-е, 50-е, 60-е годы? Ну, вы, собственно, и ответили на вопрос. В этом и есть неудобность. То есть позитивная сторона для его творчества – то, что он смог с детства посмотреть на мир. И он увидел, что мир цветной и разный. То есть он не сидел сугубо в Петрограде, как бы мы ни трепетно относились к этому городу, он посмотрел, что жизнь бывает другой. Соответственно, вот этот громадный посл, такой толчок, который сформировал мировоззрение человека, он, как бы, сказывался на каждом его вздохе. Мало того, что это очень умный человек, да, остались записки. Осталась, кстати говоря, большая литература. То есть он, как неудобный гений, как раз очень занимал балетоведение. Вторая сторона медали, что он недостаточно был, видимо, официален, да, то есть он не смог попасть на тот уровень, в ту нишу, когда искусство уже становится официозным. Смотрите, что получается. Якобсон фактически придумал своего «Спартака». Да. Того самого «Спартака», где танцы шли на полной стопе, где были полупальцы, а не пуанты, и что по духу больше соответствовало античности. То есть, по идее, он промыслил, промыслительно придумал, что танец должен быть, если он связывается с античной эстетикой, то он должен быть таким, а не каким иначе. Следующий за ним герой, я имею в виду Юрия Григоровича, довели это до сценического продукта. И именно этот сценический продукт прославился по всему миру. Точно так же история со свадебным кортежем. Во времена, когда еврейская тема никак не поощрялась вообще, времена разгрома еврейского театра, времена гонений, репрессий на все еврейские организации, его свадебный кортеж тоже был не кстати. А именно на этом материале потом и Игорь Александрович Моисеев устроил свою большую всю эту еврейскую свадьбу. И Алексей Радманский в другой степени, конечно, на симфоническом уровне использовал это в академическом балете, в Лее. То есть смотрите, то, что заложил Якобсон в своем творчестве, оно проросло и здесь, и здесь, и здесь. Более того, даже его оригинальные вещи без прорастания в другое авторство и сегодня сценичны, и сегодня смотрятся великолепно. Ставил ли его, как я поняла, довольно-таки непростой, опять же, и не всем удобный характер, его в некую опасную ситуацию для тех лет? Это были те годы, когда бунтовать было, мягко говоря, чревато. Не только для карьеры, но и, в принципе, для жизни. Да, безусловно. При этом все-таки человек был очень сосредоточен на творчестве и очень целеустремлен. И труппы его, хореографический миниатюр, да, это тоже, как бы, пример того, что человек занимается своим делом целеустремленно, старательно и тщательно. Есть прекрасная совершенно история, которая из сегодняшнего дня кажется вообще сюрреалистической. В 60-е годы, когда в стране Италии чуть было не победили социалисты при свободных официальных выборах, Якобсон был приглашен в числе очень небольшой советской делегации ставить спектакль в Театре Ласкало. Спектакль был очень специфичный, судя по отзывам, которые остались, и судя по картинкам, которые остались. Там был Ленин на броневике, он пел. Там были рабочие девушки в красных косыночках, в юбочках, они работали. Там были парни-работяги, которые, значит, стояли у станка. Это, конечно, отголосок танцев машин, но мы не об этом. Леонид Якобсон посмел поспорить с великым композитором Луи Дженону. То есть, когда в принятых у нас отношениях он попытался сказать, что мне тут для танцев надо еще несколько тактов музыки, Луи Дженону встал на рога и сказал, кто это такой, кого мне тут привезли, что он мне, Луи Дженону, будет диктовать, сколько ему надо музыки. То есть вот это неудобство, неудобность характера Якобсона, который проявлялся на всех уровнях. Он, кстати, из Хачатурян, он же то же самое проделывал, да? Постоянно, думаете, здесь все-таки это как-то больше сходило с рук. Да. Если иметь в виду, что для того, чтобы ты просочился на постановку в зарубежный театр, можно себе представить, сколько сит прошел человек, который был допущен. И при этом он продолжает себя вести так, как ему надо. То есть, если ему надо для танцев еще сколько-то музыки, он об этом прямо и говорит. И ему все равно, какой авторитет сидит рядом. Естественно, что после этого конфликта потом идет притирка характеров. Так бывает всегда. Художник все равно всегда уважает художника, когда он чувствует за ним правоту художническую. Но эта история дико показательна. То есть ради своего творчества, ради своего дела Якобсон был способен ссориться со всеми на любых уровнях. Одними из часто употребляемых слов в отношении Якобсона, то, к чему он всегда стремился, это бесконечный поиск и постоянный эксперимент. Вот сегодня эти два слова являются основополагающими в работе современного театра имени Якобсона. Это по-прежнему поиск и эксперимент? Безусловно. И безусловно театр регулярно рискует. Театр регулярно рискует, даже приглашая имена, которые на мировой арене считаются большими. Вот мы только что обсуждали, да, сутки назад, Энсо Фриджерио, да, знаменитый художник, который имеет репутацию человека. Уж если он придумал вот такую сценографию, то потом, значит, там, реквизитно на 30 сантиметра левее оттащить, это уже большая, великая проблема. Театр умеет находить общий язык даже с такими людьми. Театр настаивает на том, что ему надо нечто оригинальное. И театр настаивает на том, что он всегда будет только так подходить к вопросу. Мне кажется, это очень заслуживающее уважение позиции, правда. А если рассуждать вот в историческом смысле, мы начали с того, что фигура Якобсона, возможно, недооценена, да, в какой-то степени. На ваш взгляд, может ли это с течением лет измениться, ну, просто благодаря некой, не знаю, популяризации его имени, благодаря процветанию театра? Если это можно сформулировать, что определяет вот насколько в годах в истории останется то или иное имя? Ну, то есть, условно говоря, рожденные в один год Баланчин и Якобсон – это вот на слух балетного зрителя имена из разных весовых категорий. Хотя по факту… По факту вы предвосхитили ответ, потому что здесь нам надо оторваться от этой Кобсона и посмотреть на положение дел шире. Да. Это наша тотальная российская проблема. Мы с вами сидим вот этим местом на большом богатстве и этим богатством не очень умеем пользоваться. Это я отношу к себе, к театрам, к нашим архивам, ко всему. Смотрите, если есть фигура Баланчина, есть фонд Баланчина, есть множество историков, историков и теоретиков, которые занимаются его наследием. И есть система воспроизводства, сберегания и воспроизведения всего этого. Есть фигура Март Гре. Да. Фонд, труппа, работа в архивах. Опять все налажено, опять все работает. Да, мне кажется, комментарии излишни. Да, вот совершенно очевидно, что можно было сделать, противно говорить, конфетку, да, но можно было сделать конфетку, собственно говоря, театр Кобсона этим и занимается. Без больших деклараций, без большого будьте реалистами финансирования. И начнем с того, что, вернее, даже закончим тем, что театр не имеет своего дома. А, даже так? Даже так. Театр без конца вынужден арендовать то Александринский, Мариинский. Теперь это, знаете, это тоже своеобразный кастинг. Чтобы попасть на сцену Мариинского театра, надо быть хорошим театром. Кого попало туда все-таки там? Не сомневаюсь. Конечно. Безусловно. На ближайшую премьеру 5 декабря театр арендует БДТ, Большой драматический театр Товстоногова. При этом сцена совершенно не предназначена для балета. При этом всю сценографию пытались под размер немножечко иметь в виду пространство. То есть, смотрите, театр пытается делать себе имя, и театр пытается восстановить статус-кво достойного хореографа в таких неподходящих для этого условиях. Ну и дальше мы начнем с вами говорить о том, что система спонсорства не работает, система фандрайзингов не работает, меценатство у нас не работает. И дальше будет грустно-грустно-грустно. То есть, это вот такие странные весы, насколько много талантов достойных, да, настолько мало всего того, что должно быть вокруг таланта. Грустно не хочется заканчивать? Очень не хочется, очень не хочется, поэтому заканчивать, вероятно, надо все-таки на хорошей ноте. Да. Я думаю, что Владивосток – это город. Ну, вот смешно тоже складывать впечатление по наружной рекламе от города. И смешно складывать впечатление от общения с людьми. Но, тем не менее, и то, и другое впечатление дает город, который тянется к хорошему уровню культуры. Я надеюсь, что будет полный зал. И я надеюсь, что существование филиала Мариинского театра здесь, во Владивостоке, уже сыграло свою роль. И то, что есть присмотренный зритель, и то, что здесь есть в этом помещении уже своя категория публики. Я думаю, что все сложится хорошо. Тоже на это надеюсь. Спасибо вам большое за этот разговор. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!